МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если не будет хватать специалистов наших, то мы, конечно же, наладили работу с волонтерами Белорусского республиканского союза молодежи и Красного Креста. Волонтеры этих организаций будут приходить к пенсионерам, к нашим, совместно со специалистами центра, для того, чтобы можно было проконтролировать, кто именно пришел. Медики рекомендуют особенно людям старше 60-ти сейчас избегать посещения мест массового пребывания. По этой причине в специализированных учреждениях, вроде домов-интернатов, сейчас введены карантинные мероприятия. У нас функционируют в области 14 интернатных учреждений, где проживают, соответственно, инвалиды и граждане пожилого возраста, в которых также сегодня обеспечены так называемые карантинные мероприятия, то есть определенно ограничен доступ для того, чтобы не было никаких внешних воздействий. И, соответственно, люди живут обычной жизнью, как и жили до, так скажем, эпидемии, и функционируют учреждения на нормальной основе. Кроме этого, у нас еще есть 9 отделений круглосуточного пребывания, в которых проживает около 260 граждан, где также разработаны мероприятия. Список услуг, оказываемых бесплатно, расширил и гомерский филиал Белпочты, Жлобинский узел почтовой связи, предприятие региональное. В зоне его ответственности Жлобинский, Октябрьский, Светлогорский и Рогачевский районы. Местное население постоянно обслуживает 111 объектов связи, стационарных и передвижных. Современная почта – это предприятие многофункциональное. Сегодня здесь можно без проблем приобрести те же продукты питания, при желании их даже принесут домой, причем доставка бесплатная. Правда, согласно правилам, сумка почтальона не может весить более 7 килограммов, а потому выполнить все заказы за один раз обычно не получается. В гомельском филиале ситуацию понимают и стараются поощрять работников. За счет прибыли предприятия им в качестве премии выплачивается 5% от общей стоимости заказа. Обязательное требование – использовать марлевые маски, и перед встречей с человеком обрабатывать руки ДЭС-средством. Профилактическую миссию осуществляют сегодня и профсоюзные первички. Студенческие правкомы – не исключение, но учащиеся Гомельского медицинского колледжа в эти дни посещают пенсионеров и ветеранов труда, которые когда-то работали в этом учреждении. Сегодня они, одеты в медицинские халаты и маски, стали гостями Светланы Бабковой. Разговор о прошлом и настоящем учреждении образования, и, конечно же, о пандемии коронавируса. Вернее, о правилах профилактики. Так нужно и в это непростое время. В связи со сложившейся обстановкой мы чаще их посещаем, потому что, ну, чтобы они поменьше выходили из дома, потому что это, ну, небезопасно. Я знаю, что у них, конечно, есть и сыновья, дети, много родственников, но помощь окружающих, внимание их, я думаю, оно очень ценное. Для работников столовой агрокомбината «Новый путь» Добуржского района начало нового сельскохозяйственного года всегда напряженное время. Необходимо не только готовить блюда, но и развозить их по полям. Правда, перед тем, как налить суп в миску, человеку предлагают не только помыть руки, но и обработать их ДЭС-средством. Говорят, никто еще не отказывался. Пользуются всем. Привыкли и к полотенцам, и к воде, и к мылу, ко всему привыкли. И к гужей, и к ДЭЗику привыкли. И все-таки самое верное средство и самое простое – соблюдать элементарные правила личной гигиены, нагородить себя и своих близких от массового скопления людей, избегать рукопожатий, постоянно мыть руки не менее 20 секунд, носить медицинскую маску, если есть респираторные симптомы, кашель и затрудненное дыхание. А еще следить за ситуацией только из действительно надежных источников. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гопанько, Евгений Макеенко. Новости недели. Новости недели. Новости недели. Новости недели. Новости недели. Новости недели. Новости недели.